На пороге своего дома юбиляр приветливо встречает гостей. Искренне радуется вниманию молодых пограничников. Он при полном параде, на груди множества медалей и орденов. Пограничник всегда остается пограничником, поясняет Николай Никитович. Боевой настрой, бодрость и задор отпечаток прожитых лет выдает лишь серебро волос. Сложно представить, глядя на этого полного сил мужчину, что он празднует 90-летие. Еще сложнее поверить, насколько мужественным и сильным может быть человек, на долю которого выпало столько испытаний. Судьба Николая Мельника, уроженца Краснодарского, крайне была простой. В раннем возрасте он остался сиротой. Окончил сельскую школу, поступил в ремесленное училище. В годы Великой Отечественной работал на военных предприятиях. Весной 44-го был направлен в Краснознаменное военное пехотное училище. Далее последовала служба в мотострелковой бригаде. Куда бы ни послала судьба военнослужащего, он благодарно принимал ее знаки. Не покидало нашего героя и огромное желание поступить в военный институт МВД. Эта цель со временем была достигнута. Я был служивый. Меня куда посылали? Я там служил. Надо было воевать. Я воевал. Надо было, значит, это самое, министерство одно было. Одно министерство. Внутренние войска и пограничные. И поэтому я оказался в пограничных. Но не это главное. В пограничных войсках вот через 15 лет, я за эти 15 лет сдал экзамены заочно. В карманах носил эти книги. В 59-м году мне разрешили поехать сдать эти экзамены в институт наш, пограничный. В 73-м году Николай Никитович был назначен на должность начальника политотдела Брестского пограничного отряда имени Держинского. Так судьба привела его в Полесский край. Приехал уже в то время, когда мне исполнилось 48 лет. Уже меня надо было увольнять. А я еще 10 лет руководил политорганом этого отряда. Полюбил я Беларусь. И моя жена полюбила. Мы любим Беларусь. И я очень люблю Беларусь. Хотя я и южанин. Но мне вот этот ландшафт, вот эти речки, озера, леса. А у нас степь. В копилке наград бесчисленное количество медалей и орденов. Орден Отечественной войны второй степени, красной звезды. Медали за боевые заслуги, за отличие в охране государственной границы СССР. Польская медаль за заслуги в охране границы и многие другие. За мужество, героизм, проявленные при защите Отечества. И за заслуги перед пограничными войсками. Николай Мельник был зачислен почетным пограничником Республики Беларусь. С юбилейной даты полковника в отставке поздравляли по-особому. На церемонии чествования Николая Никитовича собрались порядка 300 человек. Среди которых командование и личный состав Брестской краснознаменной пограничной группы имени Держинского. Представители Института пограничной службы Республики Беларусь. Областной ветеранской организации. А также учащиеся в военно-патриотических классах города Бреста. И активисты БРСМ. В органах пограничной службы, да, наверное, как и во всей Республике Беларусь, всегда чтут традиции и поддерживают традиции, которые сложились уже за длительное время существования органов пограничной службы. Одной из таких традиций является чествование наших ветеранов, почетных пограничников органов пограничной службы, почетных ветеранов города Бреста. Наши ветераны всегда занимают активную гражданскую позицию и не только проводят патриотические мероприятия, участвуют в каких-либо патриотических акциях, но и работают над обеспечением нашей пограничной безопасности. Военная закалка позволила Николаю Никитовичу, даже будучи на пенсии, активно участвовать в патриотическом воспитании молодежи, содействовать укреплению ветеранского движения. Останавливаться на этом мужчина не собирается. Впереди множество планов, а самый главный из них – справить вековой юбилей.